здравствуйте дорогие садоводы у нас с вами середина сентября такая благоприятная влажная погода можно сажать луковичные культуры я в магазине накупила себе уже всего вот такие нарциссы и галантусы и белоцветники пролезки и крокусы хианадоксы вот в общем много чего не могу пройти мимо луковичных культур всегда что-то себе приобретаю и сейчас мы будем с вами сажать нарциссы но не просто обычным способом а с помощью посадочного конуса очень люблю этот инструмент и знаете еще почему вот можно конечно все это лопатой сделать да но посмотрите какие у меня здесь близкие посадки и розочки и вот многолетники какие-то острочки у меня еще до цветают и вот тут канна которую мне предстоит выкопать и если я все это лопатой здесь буду делать то наверняка сильно могу повредить какие-нибудь корешки а с помощью посадочного конуса можно делать аккуратненькие такие луночки вот посмотрите просто втыкается этот инструмент в землю и делается такая лунка можно под каждую луковицу сделать такую луночку а можно сделать единую то есть каким образом вывод вынули вот этот вот грунт да и тут же тут же вот еще также нажимаете и проворачиваете и таким образом можно вот единую посадочную лунку такую большую сделать вот как сажать вот эти нарциссы и особенно если вот они такие крупные да надо достаточно большую лунку сделать вот с помощью этого посадочного конуса видите на какую глубину можно прокопать это немножечко недостаточно поэтому вот еще мы в эту лунку углубляемся вот так вот да вот посмотрите он чуть ли не по рукоятку входит и можно углубить все пожалуйста у меня там уже песочек появился я в прошлые годы сюда сажала нарциссы вот мы и сажаем ой прошлые годы я там сажал тюльпаны вот вот мы так туда сажаем вот этот вот нарцисс все один у меня посажен таким же способом точно я посажу и остальные здесь у меня еще две вот таких луковицы сдвоенных он какая большая даже не вылезает через дырку вот еще три таких у меня будет целый букет вот на этом месте весной заходите на канал можно будет посмотреть а теперь мы с вами на другое местечко перейдем и посадим там другие растения вот еще одно растеница которую я очень люблю это хианадокса с прекрасными голубыми цветочками василькового такого цвета я ее сажал уже на альпийскую горку она мне там отлично свела и перезимовала прекрасно и вот еще хочу посадить вот в этом местечке потому что вот представьте до весной вот этой хвоста не будет и я хочу чтобы это тоже место как-то красиво выглядело и вот совершенно замечательно хианадокса смотрится на фоне хвойных растений вот туя вот это вот и здесь у меня будут расти вот эти голубенькие цветочки но посмотрите какая здесь у меня особенность вот эта вся почва у меня закрыта почву покровными растениями это вот с красными ягодками душиные индийская и она действительно вот образует сплошной такой ковер чистую землю не люблю вообще и вот стараюсь чтобы у меня и какие-то растения здесь присутствовали еще и сорняков меньше растет вот когда она закрывает так всю землю сорняков меньше отдельные я там какие-то продергиваю но это совершенно не то если будут тут расти какие-то безобразные там всякие сорные растения вот и как можно сделать вот буквально между вот этими растений цами плети вот эти вот раздвинуть да и вот местечко я уже такой подготовил раздвинула вот здесь вот эти плети и вот так этим посадочным конусом делаю отверстие вот здесь посмотрите что можно вот чтобы эту землю не выбрасывать из посадочного конуса на эти почву покровные растения мы что делаем с вами сейчас камушек там какой-то попался мы что делаем с вами берем и вот вот такой горшочек вот видите все у нас все аккуратненько произошло дальше сажаем туда несколько луковок этих я на докса такие маханьки и вот посмотрите да глубина должна быть совсем небольшая и можно в одну посадочную лунку сажать сразу скажем три-четыре луковки вот что я и сделаю по краешку этой лунки я расположу и вот таким образом вот их поставлю теперь еще смотрите какая вещь вот здесь у меня я не забуду что здесь уже посажены то есть вернее как я здесь не буду ничего сажать больше потому что у меня вот видите почву покровные растения здесь и я ковырять здесь специально ничего не буду а на свободном каком-то месте нужно поставить палочки каким-то образом это обозначить колышками и я вот даже для себя и веревочку еще привязываю чтобы мне по этому же месту не посадить еще чего-нибудь ну и осталось нам вот из этого горшочка присыпать видите как все просто и как все аккуратно практически мы здесь ничего и не нарушили пойдемте еще в одно местечко еще посадим одно растение вот еще одно местечко где мне тоже поможет посадочный конус я собираюсь посадить верески они у меня уже растут не первый год вот кстати сказать а кто не верит что в нашей местности в нижгородской области могут расти верески вот посмотрите это пересаженные были из старого моего сада и я покупала еще и новые в магазине тоже они растут надо правильно посадить и здесь у меня торфяная почва это привезено с лесного болота и смешано в пропорции один к одному с хвойным опадом вот такая кислая очень рыхлая почва должна быть для вересков и вот для рододендронов которые тут у меня тоже растут и вот посмотрите опять же плотная посадка до верески как раз вот и сажают не отдельными какими-то кустиками а чтобы тоже они образовывали такие сплошные заросли и вот этот тон переходил один в другой вот тут вот бледно-розовые сиреневые белые там темно-бордовые желтоватой хвои то есть вот них листочки они на хвой похоже да и вот мы еще посадим я купила в магазине вот такие верески и тоже их будем сейчас сажать вот сюда наверное подойдут вот такие вот красненькие они хорошо разрастутся подобьют здесь вот наши рододендроны снизу и будет нас красиво тоже делаем такую же лунку углубляемся здесь горшочек немножко шире чем вот этот посадочный конус почему он такой узкий да потому что вот и им удобно заглубляться если бы он был широкий это было бы не очень удобно делать а вот под рассаду я кстати в этом году рассаду томатов рассаду земляники стаканчиков весной сажала с помощью этого посадочного конуса под рассаду идеально подходит еще чем мне нравится этот посадочный конус когда мы делаем яму лопаты она получается большая почва разрыхляется и потом вот очень трудно посадить правильно на нужную глубину почва потом оседает да а вот тут вот мы проковыряли эту лунку ничего с почвы не сделали она как была такая плотность у нее и осталось и мы буквально только втискиваем вот свой горшочек свой земляной ком в эту ямку и все для растения происходит очень хорошо вот когда вы покупаете верески следите пожалуйста чтобы земляной ком ни в коем случае был не пересушены они очень этого не любят и иногда вот погибают из-за того что в магазине их просто-напросто пересушили они могут долго сохранять свой внешний вид также как срезанная елка в новый год но потом вот начинают внезапно вянуть это может быть как раз связано с тем что их однажды пересушили здесь у нас земляной ком влажненький все хорошо и вот так вот видите вот она посадочка все то есть я заглубила в этот в это отверстие который я сделала вот и мы посадили после этого очень обильно полить вот если я свои луковичные культуры сейчас при посадке не поливала это не обязательно совершенно почва от дождей у нас сейчас достаточно влажные и корешки все равно у луковок образуются то вот такие вересковой культуры непременно надо поливать очень очень хорошо и вот в этом году вот мы ругали погоду дан что многие очень растения они плохо переносили бесконечные дожди вот вереском то это очень даже нравилось посмотрите какие они в этом году пышные потому что у себя на родине вот в шотландии да вот эти вересковые пустоши там очень влажно у них воздух влажный потому что это побережье и там как раз вот и растут эти верески вот так дорогие друзья смотрите какой замечательный помощник у нас посадочный конус очень приятно с ним работать и сажать все что вам хочется